Качество оказания коммерческих услуг на особым контроле, с какими проблемами сталкиваются абоненты операторов сотовой связи и клиенты частных медицинских клиник, сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного совета по защите прав потребителей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сейчас в республике на большинство жителей приходится подвесим карты. Предложения в этой сфере рождают спрос. В регионе работают крупнейшие компании мобильной связи. Но вне зоны доступа часто остаются жители новых микрорайонов. Вся проблема в дефиците свободных участков. Мы выделяем три большие проблемные зоны. Это Новый город, это Новый микрорайон за лентой и Садовый. Раньше, сейчас Садовый уже все нормально, более-менее. И район Радужный. Это один из вариантов, который мы предлагали, не раз обсуждали. Это так называемая опора двойного назначения, когда у нас совмещается либо опора освещения. В микрорайоне Новый город согласие выдали. МТС оформляет должен земельный участок. Компания исключает, подала заявление. Минюст после того, как будет оформлен земельный участок. Сложно дозвониться и уж тем более выйти в интернет в пути. Мобильными сетями покрыты далеко не все участки трасс. В ближайшее время качество связи должно улучшиться и за пределами городов. Что касается непосредственно сельской местности, то здесь мы рассматриваем сложности, прежде всего, зависит от сложного рельефа местности и малой плотности населения, где, в принципе, нашим операторам не совсем выгодно все это делать. Это мы тоже видим и тоже эти вопросы пытаемся совместно разрешать. Есть места в лесу, допустим, 10 километров леса, там М7. И вот мы деньги есть, целый год искали, где бы там встать, потому что там нет электричества, собственно, да, и нет никого, да. Мы сейчас нашли вроде бы участок, но тоже такой процесс годами, скажем так, да, то есть пока нашли участок, пока мы его сейчас там как-то межуем, пытаемся нашли электричество. Ну, кстати, вот моменты возникают. Решить проблемы Михаил Игнатьев поручил в сжатые сроки. Еще одна важная задача – развивать оптоволоконную связь, отметил глава региона. Буквально в прошлом году, ну, до этого тоже работы были начали, провожили 370 километров волоконно-оптических линий связи в рамках реализации проекта устранения цифрового неравенца. В этом году эти работы тоже продолжаются. Вы знаете, что с 15 апреля 2019 года республика перешла на цифровое телевидение. Это тоже, как бы сказать, благо для наших жителей, для нашего населения. Качество оказания платных медицинских услуг – еще одна тема Координационного совета. Эта сфера часто страдает от действий мошенников. Недавно в столице региона были задержаны члены ОПГ, которые под видом договоров заключали с клиентами документы на выдачу кредитов на лечение. Там 300-400 тысяч рублей. Сейчас министерство внутренних дел занимается там, идут следственные действия, по-моему, выходят они уже на суд. Рынок медицинских услуг должен быть защищен от нечистых на руку бизнесменов, отметил глава региона. Кто-то, значит, некачественные лекарственные препараты продает. Поэтому здесь, с должностным лицам сферы медицины, нужно всегда принимать меры с чистой совестью, с доброй душой и добрым сердцем. Под тотальным контролем в республике находится и сфера образовательных услуг. Объем платных образовательных услуг составил по итогам прошлого года 510 миллионов рублей. По детским садам 112 миллионов рублей, школы 220 миллионов рублей, техникум и колледжи 178 миллионов рублей. Как альтернативу муниципальным государственным организациям функционирует 5 негосударственных детских садов, в которых на сегодняшний день воспитывается 366 воспитанников. В техникумах и колледжах оказывают платные образовательные услуги по освоению дополнительных компетенций, по программам среднего профессионального образования, программам переподготовки и повышения квалификации. Популярными на сегодняшний день являются специальности пожарная безопасность, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, фармацея, информационные системы и программирование, поварское и комитетическое дело. Жалоб на предоставляемые услуги за последние годы не поступало, но на первый план выходит не только качество образовательных программ, но и стоимость. Ценовая политика не должна бить по кошельку. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин